всем привет сегодня вы на моей кухне я хочу приготовить вместе с вами белковый заварной крем очень много вопросов по этому крему поэтому будем готовить вместе здесь у меня белки что хочу сказать касаемо белков белки я не достаю из холодильника они должны быть комнатной температуры то есть достаю заранее они нагреваются потом их отделяю от желтков и собственно делаю крем 180 грамм белков вот у меня здесь 182 грамма 181 грамм это и осталось вот столько это белки от пяти яиц отборной категории убираю в сторону пока они нам не нужны далее мне понадобится сахар сахар я беру вот такой вот белый обычно в упаковках потому что разве он бывает желтого цвета и для приготовления белкового заварного крема он не подходит отмеряю 375 грамм также мне понадобится лимонная кислота и пектин лимонной кислоты я беру по рецепту у меня написано 3 грамма беру я два с половиной грамма потому что для меня крем получается немного с кислинкой а мне это не нравится вот два с половиной грамма лимонной кислоты отправляю к сахару и 3 грамма пектина пектин можно взять любой н аж яблочный цитрусовый то есть термообратимый не термообратимый это не имеет значения пектин берем любой какой у вас есть наличие я пектин покупаю раз весной в магазине для кондитеров есть такой же продается на алиэкспресс девочки из германии кто спрашивал там можно его приобрести ну вот даже 33 1 грамма чуть больше чуть меньше старайтесь пользоваться ювелирными весами потому что пектин еще нет но лимонную кислоту можно переборщить отправляю его даже к сахару этом этапе пиктин нужно хорошо перемешать с сахаром иначе он будет комочками сюда же отправляю 150 грамм обычной холодной воды опять все перемешиваю сотейник отправляю на плиту включаю на примерно 7 режим из 9 и даю массе закипеть вставляю сюда термометр у меня есть вот такой вот держатель покупала я его у владимира это там где насадки для тюльпанов продаются в одноклассниках и буду следить за температурой как только масса закипит перемешивать ее не обязательно так слегка можно раз-два помешать и как только она дойдет до 110 градусов я включу миксер миксер я включу на не на максимальные обороты у меня там 8 скоростей включу я примерно на шестую масса закипела она начнет немного пузыриться я ни разу не перемешивала немного сейчас вот так вот перемешаю и все и оставляю убавила я на шестерку сейчас температура достигнет 110 градусов и я включаю миксер вот уже где-то сто семь сто сто восемь градусов можно включать брать желательно копчик с высокими бортами потому что сахар он пузырится еще зависит от сахара бывает сахар который очень сильно пузырится бывает не очень поэтому чтобы кироп не убежал и дно копчика должно быть толстым сейчас температура уже почти сто девять и шесть можно даже добавить на семерку чтобы это дело побыстрее было миксер все это время у отбивается на седьмом режиме из восьми до 120 градусов я буквально третий раз немножко перо будет немного желтоватого цвета это из-за пектина и самого сахара внимательно смотрю за градусником уже сто девятнадцать и восемь сто двадцать ну где-то сто двадцать и два сто двадцать и три вот так вот и выключаю температура достигла сто двадцати градусов на этом этапе выключаю и сейчас тонкой струйкой буду вливать сироп включаю на максимальный крео-пекти двадцать 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой вот крем Вот так вот он хорошо держится Сейчас возьму лопатку И покажу Не знаю видно нет Время взбивания всегда у меня почему-то разное В этот раз сразу когда я включила миксер у меня просто белки взбивались примерно 4 минуты сиропом минутки 4 и еще в общей сложности минутки 3 то есть сиропом когда влила взбивался примерно он минут 7 вот так вот вот такой вот крем Вот даже я помашу видите он не падает с лопатки абсолютно вот он и так же могу перевернуть чашу потрясти ничего у меня оттуда не выпадает Мощность миксера у меня 1000 ватт миксер у меня KITFORD Сейчас я подкажу на камеру вот такой вот у меня обычный миксер KITFORD Здесь у него 1000 ватт вот скорости всегда вижу сколько он примерно по времени взбивает КОНЕЦ КОНЕЦ Такой вот крем у меня получается Крем плотный хорошо держит форму он белый Напоминаю брать нужно белый сахар Желательно тот который в упаковках Чтобы крем не давал желтизну Хранится он хорошо Он не кристаллизуется не засыхает корочкой на торте Если любите кислинку в креме кладите тогда 3 грамма лимонной кислоты Если нет то тогда два с половиной как я и у вас все будет замечательно держаться Крем не течет не плывет не боится жары не боится заморозки не боится холода Если вы заморозите торт уже украшенный Допустим были такие случаи что транспортировать нужно было очень далеко в летний период Торт замораживали и довозили все было прекрасно Ну и если вам понравилось видео ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал пишите комментарии Ну а я желаю вам всего доброго и до скорых встреч на моем канале Не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски Всем пока-пока